Когда Диззи Гелеспи спросили, что такое бибоп, он подумал и ответил, в принципе, это панк. То есть мы все зарубаем так, как только можем. Ну, в этом есть, наверное, доля шутки, а может быть и нет доли шутки, потому что и панк, и джаз – это понятия очень условные, это термины, придуманные критиками, так же, как и любые другие музыкальные термины, говорящие о стилях, не о конкретных каких-то вещах музыкальных, а именно о стилях. Поэтому все это настолько условно и настолько далеко от истины, что любой уважающий себя панк всегда слушает джаз. Вот и я тоже, как любитель панк-рока, любитель рока, в принципе, я очень люблю разные джазовые пластинки. Их у меня не очень много, несколько сотен, ну, кое-что, в общем, есть. Фредди Хаббард – потрясающий совершенно трубач, не буду говорить джазовый трубач, трубач. Возле 20 лет он приехал в Нью-Йорк, будучи никому неизвестен из родного Индианаполиса. Никто его не знал, он любил играть на трубе, разбирался в музыке под условным названием джаз, играл ее и ходил по джаз-клубам. В одном из них встретил Калтрейна, который работал на сцене. Ну, не работал. Рок-н-ролл – это не работа, как сказал и спел Константин Кинчев, которого я безмерно уважаю на самом деле. Это не работа, это жизнь, это музыка. Фредди попросил поджимовать. Как-то у них так получилось, что Калтрейн пустил его на сцену, они вместе поиграли немножко. После чего Калтрейн сказал, парень, приходи ко мне завтра, мы с тобой вместе поработаем. Это было потрясающе, конечно, для 20-летнего, никому неизвестного паренька. Пришел с трубой и тут же стал играть с Калтрейном, с величайшим человеком в джазе вообще. По всю пору. Наверное, остается. Ну, после чего Фредди записал массу пластинок, очень их много, играл со всеми ведущими джазовыми музыкантами, является авторитетом безусловным, бесспорным и играл на трубе так, как никто на самом деле не играл, что и отличает хорошего музыканта от среднего музыканта, потому что любой хороший музыкант играет так, как не играет больше никто. У него всегда есть свой стиль, свой звук, свое понимание музыки и он всегда отличается от всех, будь то Калтрейн, будь то Дэвис, будь то Фредди Хаббард, который, как я уже и говорил, переиграл со всеми звездами джаза, играл самую разную музыку и все приходили в восторг от его техники, совершенно беспредельной. То есть его скорость, его звук, его высота, его низы, это было все, как сказать, в одном экземпляре. Дошел до того, что однажды во время тура был у него микротур, что называется, в Финляндии, Японии и что-то еще, и Америка, по-моему, то есть вокруг земного шара практически за неделю он должен был объехать и на одном из концертов работал так, играл так, что у него лопнула губа. Лопнула, потом прошла, он ее поправил, и надо ему было подлечиться, но он поехал на следующий концерт в Финляндию, полетел откуда-то, то ли из Америки, то ли из Японии, я уже не помню, я читал про это. Губа не заживала, и во время концерта в Финляндии губа лопнула, и Фредди потом говорил, что это было невероятное зрелище, потому что все было в крови. Он был весь в крови, труба в крови, сцена в крови, фонтаном хлынула кровь из губы, вот такая история. Тур он все-таки доработал, но после этого на какое-то время перестал играть, и когда подлечился, уже у него таких высот, таких низов, такой скорости уже не было, но было что-то другое, ничего страшного бывает. И Хаббард не первый трубач, с кем такая штука случалась. Ну, а я показываю пластинку под названием Red Clay, пластинка записана и вышла в 1970 году, записана за три дня, 27-го, 28-го, 29-го января, соответственно, 70-го года. Здесь всего четыре произведения, записано было, если критика не врет, и музыкальные источники не врут, записано было 13 пьес, отобрано вот этих три из трехдневных сессий. Состав помрачительный совершенно, естественно, Фредди Хаббард труба, фортепиано Херби Хэнкокк, бас Рон Картер, ударные Ленни Уайт, один из любимых моих барабанщиков, и саксофон Джо Хендерсон. Чем интересна эта пластинка? Да, для тех, кто любит джаз, для тех, кто не любит джаз, а люди, которые не любят джаз, просто его не знают на самом деле. Потому что джаз – это совершенно беспредельный объем музыки, настолько он разный, настолько его много, настолько и артисты, и композиции, и композиторы, и звук настолько отличаются друг от друга, что просто надо послушать, и все, надо не бояться, главное. Бояться, а что бояться вообще? Это всего лишь музыка, которая дает нам удовольствие. Здесь четыре пьесы всего, Red Clay, первая пьеса, которая называется так же, как пластинка, очень хорошая. Так же, как и все остальные три, оставшиеся три. Начинается она довольно так, не сказать смешно, но довольно банально. Как будто такой, опять-таки, Нью-Орлеанский джазовый оркестр в каком-то клубе, традиционное такое вступление оркестровое, джазовое, почти оркестровое. А потом начинается чистый фанк. Хаббард и Бэнд играют рифф, играют фразу, которая задает основную тему, короче говоря, играют. Такая довольно длинная фраза. И все в фанке. Все идет в фанк. Я когда слушал, думаю, ага, ну 70-й год, ну понятно, фьюжн уже пришел. Все полезли играть вот этот фьюжн, который на самом деле музыка достаточно, значительно грубее, чем чистый джаз. Она погрубее, она попрямее. Все-таки, несмотря на все выверты, на все невероятные соло, которые во фьюжне сыграны, она попрямее, она подоходчивее для широкой публики, что называется. Хотя она очень крута, конечно. Эта музыка есть, исполнители невероятные совершенно, пластинки просто космические. Но тем не менее, думаю, ну фьюжн и фьюжн. И тут началась, тут началась труба, собственно говоря, Фредди Хаббарда, на которой он начинает показывать свои невероятные трюки. То бишь, труба начинает у него человеческим голосом плакать, стонать, кричать, говорить. Примерно то же самое происходит, что Джимми Хендрикс сделал со своей гитарой. Но у Хаббарда это как-то более явно, потому что у Хендрикса все-таки овердрайв, все-таки это такой фузовый звук. А у Хаббарда звук чистый, труба, и она прямо как человек начинает рыдать, начинает кричать, говорить, стонать, как я уже говорил, плакать, смеяться, хохотать. И просто рот открываешь, когда это слышишь. И все это на таком фанковом, на фанковой основе, такой грув идет, как кач невероятный. Как здесь играет Ленни Уайт? Я сегодня в переписке с одним барабанщиком как раз обсуждал, что достаточно послушать бочку, только как Ленни Уайт работает с бочкой здесь. Такое ощущение, что бочка солирует на протяжении вообще всей пластинки здесь. Удивительное дело. И выделывает такие вещи на бочке Ленни Уайт, что я, честно говоря, не понимаю, как это можно делать вообще ногой с такой скоростью, так и поперек такта, и ровно, что называется, вдоль, и мимо долю, мимо долю, бам-бам-бам-бам-бам-туда. И все это на бочке. Ну, а руки работают автономно совершенно, по железу. Он очень любит использовать железо больше, чем кто бы то ни было, мне кажется. У него барабанные соло, все через железо идут, с шелестом с таким невероятным. При этом все точно вдоль, все супер. И вот играется этот плач на трубе. Очень быстро, причем все это на фанке. Все это на... Все на фанке. Рыдает труба, потом отвечает саксофон Джо Хендерсона, уже более таким низким голосом, грубым, уже злобным начинает спорить с этой трубой. Но между этими штуками Херби Хэнкок, про которого мы не забываем, он тоже с самого начала играет. И в какой-то момент он начинает играть поперек такта. И происходит такая интересная штука, что все несутся вперед. Весь бэн несется вперед с грубом, с таким вот бешеным. А Херби Хэнкок играет очень быстро. И начинает играть поперек, и как будто застывает. Как будто вся картинка, она одновременно несется вперед и одновременно замирает на месте. И Хэнкок погружает нас куда-то в другое измерение. Так вниз. При этом все очень быстро. Все несется, несется, несется. Но одновременно застыло и пошло вниз. Так вот такие вот штуки. А потом раз, и покатило снова дальше. Но я договорился про Ред Клей. Дельфи, следующая пьеса, практически чисто блюзовая. Практически чисто блюзовая. Хэнкок играет на Хаммонд-органе. Но не так, как все. Совершенно по-другому. Совершенно по-своему. И все играют блюз. Очень хорошо, очень здорово. Без каких-либо то ни было отклонений. Джазовый, хороший блюз. Сьюит-сьюикс. Первая вещь на второй стороне. Всего четыре здесь, я напоминаю. Начинается как то, что называется бибоб. Или хардбоб, что ближе к происходящему. И я думаю, ну да, бибоб, класс, хорошо. Сейчас все в традиции. Все привычно. А нет. Опять начинаются рыдания. Опять начинаются крики на трубе. Вопли на саксофоне. И потом вдруг раз. И соло на ударных. Казалось бы, Ленни Уайт уже столько наиграл на ударных. На протяжении первой стороны. Со своей бочкой, о которой я много сказал. Но нет, пошло уже соло на ударных. Ленни Уайта автономная. Ну, про бас я еще не сказал. Потому что тут говорить... Что тут говорить? Тут надо послушать вот этот грув, который бас задает вместе с ударными. Такое катило во всю дорогу. Просто безостановочно. Но при этом это не... Это я обращаюсь к тем, кто любит хард-рок. Only rock, no jazz. Ребята, это здорово. Получите удовольствие. Ничего не надо пугаться. Потому что джаз, джаз, джаз. Музыка. Что такое джаз? Это музыка. И рок тоже музыка. Все музыка. Эмоции главное. Эмоции и кайф от игры музыкантов. От сочетания звуков. От скорости. От взаимодействия музыкантов между собой. Здесь все очень... Вот это взаимодействие, оно очень хорошо читается здесь. Раз, два, три, четыре. Ответ сюда. Вопрос оттуда. Ответ отсюда. Настолько все классно. Здорово. Ну и Intrepid Fox. Последняя вещь. Опять-таки, вроде бы начало бибоп. Классический традиционный джаз. Но безумное развитие. Опять соло на трубе. Соло на саксофоне. И в финале соло Херби Хэнкока на органе. Просто красота. Просто невероятное разнообразие. Высочайшая техника. Мастерство, которое читается даже теми, кто ненавидит игру на трубе и не слушает трубу никогда. Полюбите звук трубы безоговорочно. И будете слушать потом великих мастеров, трубачей, музыкантов, титанов. Того, что называется. Джаз. Фредди Хаббард. Рэд Клей. 70-й год. Ну, повторюсь еще раз. Хаббард. Херби Хэнкок. Рон Картер. Ленни Уайт. Джо Хендерсон. Вперед. Кто вперед, а кто-то пошел пить. Как всегда. Пока. С вами был я. Пока.